ГТО возвращается. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» существующего в нашей стране с 1931 по 1991 год снова вводится в обиход. Сдать нормы ГТО сможет любой школьник начиная с 6 лет. Единственное условие – наличие справки о прохождении медосмотра. Тестирование по нормам ГТО проходит в школах и других государственных образовательных учреждениях, а также в спортивных клубах и специальных центрах тестирования. Сам комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп. Нормативы разделяются на три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаком отличия. В Амурске в школе номер 7 прошла первая сдача нормативов ГТО первой и второй ступени. Первая ступень охватывает детей дошкольного возраста и школьников первых-вторых классов. Из 9 тестов 6 обязательных и 3 по выбору. Для получения бронзового, серебряного или золотого знака ГТО мальчишки и девчонки должны выполнить нормативы тестов на силу, подтягивание на перекладине, выжимание из положения лежа на полу, прыжок в длину, быстроту, челночный бег и гибкость, наклоны вперед. Вторая ступень предназначена мальчикам и девочкам 90-летнего возраста, школьникам третьих-четвертых классов. Все дети готовились к сдаче и прекрасно знают, что им предстоит пройти и для чего все это нужно. Я готов к труду и обороне. Валерия, что ты будешь сдавать сегодня? Я буду сдавать отжимания, прыжки в длину, метание, броски в цель и бег 30 метров. Готов, все сдашь? Да. Мы будем отжиматься, пресс делать, силу измерять и гибкость, чтобы быть как бы сильным и чтобы ничего не бояться. Чтобы развивать болезнь. Меня сюда записали родители, чтобы я сюда пошел и сдал все нормативы. А какие нормативы? Прыжок в длину, очень мощный бег, метание в цель и прыжок в длину и отжимания. ГТО это спортивный конкурс. Я готов сдать ГТО. Я хочу все сдать на хорошо. Ребята с радостью проходили все тесты, стремясь к лучшим результатам и расстраивались, когда что-то не получалось. Я завод пришел, прыжки, гимнастика, метание. Что было самое сложное? Метание. А почему? Там надо было целиться и это было сложно. Комплекс готов к труду и обороне из советских времен хорошая традиция. Главная цель ее возрождения приобщение к занятиям физической культуры, укрепление здоровья населения. Не к спорту, а именно к физкультуре. Полезным для здоровья занятием физическими упражнениями. В первую очередь детей и подростков. Борис, давай!